Всем привет, дорогие друзья! В эфире Remgain Studio, меня зовут Алексеев Николай, и сегодня мы с вами будем говорить про звук в левел-дизайне. Звук относится к левел-дизайну на самом деле напрямую. Многие могут спорить о его важности или неважности, не знаю. Возможно, таких споров вообще нет, но даже если они есть, то давайте их сразу прекратим и просто сравним. Сейчас я выключаю вот этот вот микрофон студийный, на который идет звук, и мы послушаем тот звук, который идет непосредственно вон туда. Я думаю, разница очевидна, я думаю, нет смысла даже пытаться спорить о качестве. И вернем звук обратно. Теперь мы знаем, что звук важен, на этом можно и заканчивать. Отлично! Также должен сразу предупредить, что этот урок будет последним в цикле уроков по левел-дизайну. Почему? Почему? Об этом мы поговорим в конце видео. А сейчас давайте приступать непосредственно к материалу. В качестве примера хорошего или не очень звукового оформления мы сегодня будем рассматривать буквально парочку игр. И самый основной среди них будет игра Амнезия. Это достаточно старенький, но дюже атмосферный хоррор, который в том числе берет за счет своего звукового оформления. Не обращая внимания на количество кадров, я эти футажи записывал на очень слабеньком ноутбуке, но в нашем случае картинка имеет вообще второстепенное значение. Смотрим, что у нас есть. У нас есть некий какой-то замок, и в принципе картинка нам сообщает достаточно много информации, но недостаточно. Достаточно, но недостаточно. Вот так вот. Что мы видим? По картинке мы видим, что замок большой, старый, каменный, скорее всего холодный. Но по звуку мы еще определяем, что на улице творится какой-то адов писец, а по завываниям ветра мы понимаем, что этот замок, скорее всего, еще и продувается всеми семью ветрами. И значит нашему герою в данный момент максимально неуютно. Мало того, что сыро, так еще и темно и холодно. Мы прошли по коридору чуть дальше, и нам как с визуальной точки зрения, так и звуковой дали понять, что что-то здесь не так. То есть героя накрыло, у него картинка в глазах помутнела, а в ушах какой-то шум, гул, крик, не знаю, хрен знает, что это вообще происходит. Но опять-таки информация подается сразу из двух каналов, как звукового, так и визуального. Также достаточно очевидным моментом является то, что озвучены все моменты взаимодействия с окружением, то есть открытие дверей, поднимание предметов, не знаю, взаимодействие с различными предметами и прочее. Это, казалось бы, достаточно прописная истина, однако чуть дальше я покажу вам пример того, что не такая уж она и прописная, как может показаться. Ну и не менее важным моментом являются не только звуки окружения, но и музыкальное сопровождение, которое преследует героя на протяжении всей игры. Сейчас будет пример очень напряженного момента, где музыка соответствующим образом нас, ну вообще все звуковое оформление соответствующим образом нас напрягает, а потом вдруг происходит что-то невероятно хорошее, и мы увидим, как сильно меняется восприятие картинки из-за исключительно только звукового оформления. Субтитры создавал DimaTorzok С визуальной точки зрения замок не стал намного более дружелюбным, и у нас как бы нет никаких предпосылок для того, чтобы думать, что мы вдруг в безопасности, кроме, собственно, звукового оформления. Вот эта вот дико гнетущая музыка исчезла, звуки монстра, который за нами бежал все это время, исчезли, и вдруг началась красивая, спокойная музыка. Дальше мы уже выходим в холл, залитый таким голубоватым светом, и в принципе нам достаточно спокойно, мы можем медленно и размеренно исследовать новую территорию. Это все были примеры именно хорошего звукового дизайна, а вот вам пример плохого дизайна из той же самой игры, на самом деле это вообще единичный случай, который мне удалось найти, но, тем не менее, чересчур показательный. Вот у нас есть стул, мы его кинем. Отлично, у нас есть звук, все прекрасно, все счастливы. Вот у нас есть пианино, у нее есть крышка. Откроем ее, скрипит, красота. А теперь давайте закроем ее. Откроем, скрипит, закроем. Твою мать! Ну то есть, я искренне не понимаю, почему нельзя было добавить звук хлопка крышки. Во всей игре взаимодействие одного предмета с другим вызывает какие-то звуковые эффекты, то есть стул ударился об пол, там об стену, он сделал свой тдыщ. Когда мы открываем, закрываем двери, хлопаем дверьми, они тоже хлопают. Когда мы пытаемся разбить там бутылки, они звенят. А здесь я хочу сделать звяк с помощью крышки пианины. И этого нет. Это очень сильно, по крайней мере у меня, вызвало диссонанс. И ощущение погружения, ощущение потока нарушается в такие моменты. То есть, если уж сложно, допустим, допустим, сложно сделать именно вот этот момент хлопка, там отслеживать момент удара крышки об основной корпус пианино, допустим, но тогда не надо делать, чтобы эту крышку вообще можно было открыть. Итак, обещал, что поговорим об этом в конце видео, а говорим в середине. Вот такой вот, вот я неожиданный, да? На самом деле ситуация достаточно простая. До конца видео многие могут не досмотреть, поэтому я вкряживаю это в середину. Значит, в чем смысл? Смысл достаточно простой. Создание видеоуроков отнимает хренову тучу времени. Тучу времени, тучу ресурсов. И, ну, это просто очень сложно. Именно с точки зрения распределения своего времени. Если на канале еще остались старожилы, которые начинали, так сказать, следить за нашим творчеством, то они помнят, что вообще-то мы тут, собственно, игры создаем. А уроки – это побочный продукт именно нашего занятия созданиями игр. И получается так, что то время, которое я трачу на создание уроков, я мог бы тратить, собственно, на создание игр. И из-за этого получается определенный диссонанс интересов, так сказать, конфликт интересов. Отдачи от этих видеоуроков я не получаю ровным счетом никакой. Это печально. И, собственно, именно поэтому я завязываю с созданием видеоуроков именно в формате вот таких каких-то полноценных циклов, серьезных уроков и прочего. Будем это дело делать, возможно, как-нибудь ситуативно. То есть, если там мне захочется поделиться с вами какой-нибудь новой фишечкой, которую я там придумаю, я это сделаю. А так, а так все. Возможно, ситуация изменится. Все, так сказать, вилами по воде писано. Но об этом уже действительно в конце ролика. А сейчас давайте возвращаться к материалу. Ну и, коли уж у нас все-таки урок по левел-дизайну в Unity, давайте все-таки перейдем в Unity и там что-нибудь с вами поделаем, посмотрим, как там вообще организована работа со звуком. Самыми основными элементами для работы со звуком являются буквально два компонента. Это источник звука и его слушатель. Основным правилом является то, что слушатель на сцене может быть только один, потому что, собственно, слушателем являетесь вы сами, ну или в конечном продукте является игрок. По умолчанию обычно слушатель вешается на мейн-камеру для того, чтобы, собственно, звук воспринимался именно из той точки, откуда игрок видит, собственно, картинку. Если вы попытаетесь повесить два слушателя на какие-то объекты на сцене, то Unity вам скажет, что вы не правы. Далее для работы именно со звуком есть очень много различных приспособлений полезных. Начиная с пятой версии появилась такая замечательная вещь, как аудиомикшер. Можно создавать кучу микшеров, на них направлять конкретно ваши звуки, там управлять эффектами, управлять громкостями и так далее. То есть все это делается очень легко, интуитивно понятно, но об этом мы не будем разговаривать сегодня, потому что у нас не урок по работе со звуком, у нас урок по работе со звуком в разрезе левел-дизайна. То есть инструменты по работе со звуком — это абсолютно отдельная тема и очень-очень обширная, потому что там хреново туча эффектов, можно вешать триггеры, можно вешать какие-то дополнительные обработки. Все это не поместится в урок про левел-дизайн, так что даже не надеемся. Но все-таки чуть-чуть более обширно, чем про свет поговорим. Так что давайте смотреть. На картинке у нас лес, лес шумит, лес статичный, потому что по идее нужно бы добавить анимацию деревьев в зависимости от ветра. Сейчас мы, естественно, этим заниматься не будем. Это еще раз проиллюстрирует то, что картинка все-таки должна сочетаться со звуком. В данном случае мы видим статичную картинку, но при этом очень активный шумный лес, и это неправильно, так быть не должно. Это ошибка, но исправлять я ее, конечно, не буду. Поменяем немножко характер звучания ветра и снова посмотрим на ту же самую картинку. Как результат мы видим все тот же лес, но уже не настолько активно шумящий. И у нас, соответственно, складывается впечатление, что ветер уже не настолько сильный, урагана на улице нет, но тем не менее лес неспокоен. А сейчас все к той же картинке мы добавим немножко гола, низких частот и различных шумовых эффектов, которые зададут дополнительную атмосферу нашему лесу. Состояние уюта точно не присутствует в данной сцене. И, соответственно, именно с помощью звуковых эффектов можно нагнетать атмосферу или, наоборот, ее расслаблять. Но это мы выяснили еще при просмотре футажей из амнезии, однако, ну, почему бы не показать это еще и здесь. Еще одним очень важным аспектом работы со звуком является эффект реверберации. Если вы не в курсе, что такое реверберация, реверберация — это эффект отражения звука от стены окружающих объектов, которые создают что-то вроде эффекта эхо. Наиболее ярко этот эффект выражен в пещерах либо помещениях с гладкими твердыми стенами, такие как кафельные стены, например, большие ванны, либо кухни, там этот эффект наиболее ярко выражен. Либо же в очень больших концертных залах, например, таких как оперные залы, там эффект холла. То есть тот же самый эффект есть в церквях со сводчатыми потолками, с куполами. И этот эффект нужно очень грамотно подбирать к тому, где происходит действие вашей игры, потому что если действие игры будет происходить, допустим, на открытой местности где-то в поле, а вы наложите эффект того самого холла, то это создаст диссонанс, потому что нет того, от чего бы звук мог отражаться. Вот просто небольшой примерчик того, как звук меняется от накладывания на него той или иной реверберации, не привязываясь именно к местности, просто чуть-чуть покликаю мышкой, чтобы посмотреть, что получится. Продолжение следует... И есть еще два не менее важных, но чуть более редко применяющихся эффекта. Это фильтр высоких и фильтр низких частот. Как следствие, один из них пропускает только высокие частоты, другой только низкие. Если, допустим, звук распространяется где-то под водой, либо вы слышите это из-за стены, то вы не можете слышать высоких частот, они там просто глушатся. Слышатся только басы и низкая середина. Если же вы звук слышите из радиоприемника, из рации, из телефона, из какой-то аппаратуры, не передающей звук хорошо, то оттуда вы чаще всего слышите только верхнюю середину и высокие частоты. Соответственно, нужно низкие частоты срезать. Простейший пример буквально вот на щелчках. Ну, в общем-то, собственно, подводя итог. Итог, собственно, такой же, как и во всех предыдущих темах, которые касаются левел-дизайна. Звук на сценах должен быть логичным. Он не должен быть из ниоткуда и, наоборот, он не должен отсутствовать там, где он должен быть. Эффекты на звук должны быть наложены согласно тому, где происходит действие и согласно тому, какое действие происходит. Но, тем не менее, никто не запрещает вам прибегать к услугам именно саунд-дизайнеров, звуковых дизайнеров, которые обычно используют те звуки, которые можно записать в бытовых условиях, совсем не по назначению. К примеру, мы для своей игры делали целую сессию записи звуков, специально выезжали на природу, записывали звук натяжения ТТ, стрельбы, полета стрелы, удара по кольчуге, удара по мясу и так далее. То есть, такие очень естественные, так сказать, звуки. Но бывает, что эти же звуки записываются совсем не так, как они звучат на самом деле. К примеру, при записи звуков для третьего Ведьмака, когда достается меч из ножен, раздается характерный такой высокочастотный, звонкий звук, который на самом деле при доставании меча из ножен не раздается. Раздается обычно такой просто хшшк и все. Это скучно и в игровом окружении звучать будет не так интересно. Поэтому они при записи брали вот эту вот окантовочку, где ножны заканчиваются и уже начинается лезвие меча, и оборачивали его кусочком кольчуги. Таким образом, когда меч доставался, он скребся не только об сами ножны, но и об кольчугу, и, соответственно, создавал более высокий, более яркий звук. Эти моменты все нужно учитывать, но обычно этим занимаются специально обученные люди, собственно, как и всем в игровой индустрии. Но мы с вами все наколеночники, мы с вами все индюшатники, и делаем все сами. Но давайте все-таки, если мы делаем все сами, делать это будем максимально грамотно. Итак, чисто по материалу урока на сегодня у нас все закончилось, поэтому, в принципе, тем, кому неинтересны дальнейшие выходы уроков, всем спасибо. Спасибо, что все это время были с нами. Там все как обычно. Там лайки, дизлайки, комментарии. Собственно, делитесь этим видео с друзьями. Ну и, короче, все как обычно. Подписываться можно, не подписываться. Все равно ничего нового не будет. Значит, можем решить попробовать эту ситуацию следующим образом. Я предлагаю сделать выход контента на канале чуть более осмысленным и, в данном случае, платным. Как это будет выглядеть? Мы с вами дружненько делаем опрос, допустим, в группе ВКонтакте о теме следующего урока. О чем мы будем писать следующий урок? По результатам голосований, комментариев и прочего мы выбираем эту самую тему. И после этого те, кому это действительно интересно, просто скидываются по копеечке. Все это будет делаться через Патреон. Там, естественно, суммы платежей будут какие-то минимальные, понятное дело. То есть, здесь цель не заработать, потому что у меня нет цели зарабатывать на видеоуроках. Здесь цель просто окупить тупо потраченное время. Потому что подготовка к уроку это... Ну, то есть, вот один урок 15 минут занимает по подготовке по своей, чисто только по подготовке к нему. Часа два, в лучшем случае. А потом еще запись, монтаж, все это дело постпроцессинг, сведения и прочее, прочее, прочее. В сумме на один урок может уходить от 5 до 12 часов. А он занимает 15 минут видео на YouTube. В общем, как бы такое себе. Соответственно, там же на Патреоне эти видео будут выходить. Соответственно, видеть их будут только те, кто принимал участие в сборе средств на них. И в связи с этим, в описании к видео ссылочка на опрос небольшой, по результатам которого мы решим, будем ли мы вообще хоть что-нибудь делать с вами вместе. А я, пока вы решаете, надо вам оно или не надо, буду заниматься, собственно, своим непосредственным делом, а именно созданием игр. Потому что, собственно, ради этого все это вообще и начиналось. Ну и если до этого момента досмотрел еще хоть кто-нибудь, господи, чувак, ты крут. Ты один наверняка остался, да? Но, ладно. Спасибо еще раз всем, кто были с нами. Если вам интересно именно следить за развитием наших проектов игровых, то оставайтесь. Скоро начнутся новости именно в этом ключе, потому что мы сейчас работаем в этом направлении активно. Ну и... Не увидимся в следующем уроке. Ладно, все. Всем спасибо, всем пока. Я забыл, что хотел сказать. Па-дань! Она все еще пищит. Ну, Коля. Ха-ха-ха-ха!